Мишка, Эйвен! Софи, на кого ты гавкаешь? Посмотреть, как Миша и Юми будут реагировать на озеро. Софи зна... Софи, нет! Софи! Что там такое? Миша! Юми, чё, ты куда? Юми! Юми, ты же... Юми! Хай, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собачки. И сегодня мы отправляемся первый раз в жизни на прогулку со всеми собаками вместе. Но всё не просто так. Будем экспериментировать. Посмотрим, как спасённая нами собачка Миша и щеночек Юми будут вести себя, встречая препятствия на своём пути и узнавая новые места. А ещё увидим их реакцию на озеро. Ведь Миша и Юми ещё никогда не видели воду в природе, только в банной. Так что подписывайся на наш канал и пошлите на прогулку. У нас гуляют все вместе. Юми, Миша, Софи, Эйвен. Все вчетвером гуляем. Эйвен делает свои дела. Пойдёмте. Ну ничего, ай, молодец! Если вы гулять с щенком начали недавно, впервые, или с молодой собакой, то лучше не заниматься какими-то дрессировками, чем-то подобным, а просто дать побегать, дать понюхать всё, изучить территорию. Потому что щеночкам всё может быть интересно. Они всё хотят изучить, и им не хочется сосредотачиваться на каких-то тренировках и занятиях. Микроэлементы собаки очень любят есть траву, потому что в траве есть определённые вещества, микроэлементы, которые собакам нужны. И если вы живёте где-то, где трава не пыльная, как в городе, и не грязная, и никакими химикатами её не обработано, то, в принципе, как в лесу, например, как мы сейчас в таком месте, можно разрешать собачкам кушать травку, добирать витаминчики. Да, Софиша? Меня очень радует, что Миша со всеми собаками ходит, гуляет. Она заинтересована, она не так сильно не напугана. Ей интересно всё, что происходит вокруг. Она ходит за всеми, да, Мишаня? Конечно же, с собой лакомство в кармашке, чтобы хвалить ребят, когда я их зову, и они идут ко мне. Все разбежались. Слава богу, на этой дороге редко бывают машины. Иди сюда, Мишаня, молодец! Ай, молодец! Молодец, Миша! Ай, Юми, молодец! Господи, Юми, ты как монстр! Мы сейчас пойдём в сторону нашего дома со всеми. Все несутся, даже Миша! Один из отличных способов, как научить собаку саму подходить вам с щенячьего возраста, это лакомство. Например, вы даже сами не зовёте собаку, но каждый раз, когда она к вам подходит... Ай, Юмичу, да! Держи вкусняшку! Вы даёте ей вкусняшку. Таким образом, собака знает, что подойдя к вам, она её получит. И тогда щенок научится сам подходить к вам, без даже просьбы о том, чтобы подойти. А всегда, когда он сам подходит, можно говорить «иди сюда!» И тогда щенок будет запоминать, что «иди сюда!» И лакомство – это всегда, когда он приходит к вам. Миша идёт прямо рядом со мной. Я думаю, во-первых, потому что она немножко побаивается. А во-вторых, потому что она не настолько привыкшая бегать и двигаться и ходить, что, возможно, она устает больше, чем остальные. Вот сейчас едет машина. Дорога. Софи. Дорога. Миша. Всё, можно? Пошлите. Команда «Дорога» у нас означает то, что нужно переждать, когда проедет машина. Если в деревне дороги такие, что мы ходим вдоль них, то в городе мы останавливаемся перед дорогой по этой команде. Я безумно рада, ребята, тому, что Миша гуляет рядом со всеми собаками, не боится практически. И действительно активно, вместо того, чтобы просто встать и замёрзнуть на месте, как было раньше. Софиша метит территорию. Мы зашли на территорию нашего будущего дома. Тут ведётся стройка. Пусть ребята всё изучат и побегают тут. Не забывайте, ребята, что лето, осень, весна – это очень опасное время по поводу клещей. Обязательно обрабатывайте свои собак. И даже если вы их обрабатываете, всё равно, когда приходите домой и во время прогулки, проверяйте. У меня есть самые разные штучки, которые я использую для того, чтобы брать с собой воду и поить собак. В том числе поилки такие с прикреплёнными мисками. Но в этот раз я решила сделать по-другому. Взять вот такую вот прикольную мисочку. Она совершенно плоская, легко моется и не занимает вообще никакого места. Её нужно просто сложить сейчас. Сюда мы нальём водички и дадим собакам попить. Мы их просто соединяем, и получается такая вот прикольная миска для поездок, в которую можно как еду класть, так и воду. И это очень классно. В итоге у нас получается вот такая вот мисочка. Мы сейчас сюда нальём водичку всем. Идите, попейте водички. Вот, поделечку пьём, да. Юмичу пьёт больше всех. Нет, просто поочек людей все пьют. Миша вообще не любитель пить воду. Она очень мало пьёт у нас, да, Мишань? Небольшой эксперимент. Залезу на крыльцо, позову собак, кто залезет, запрыгнет Софии сразу. Эйвен, иди сюда. И Васик легко запрыгнул. А Юми? Юми? Юми тоже легко запрыгнула. А Миша? Миша, иди сюда. А Миша нужно подумать, как же сюда забраться. Миша, иди к нам. Давай залазь, смотри, как Юми легко это делает. Мы пошли. Все ушли. Вот молодец! Иди сюда, давай. Ай, молодец! Ай, Юми, молодец! Юми? Назад. Назад давай. Ай, молодец! Под носом ты уже научилась, теперь сама давай. Иди сюда. Нет! Так не пойдет! Ай, молодец! Поставь лапы сюда. Юми, поставь лапы. Ай, молодец! Ай, молодец! Вот молодец! Мы сейчас с ребятами сходим в одно очень интересное место, и я очень хочу посмотреть на реакцию Юми и Миши на это место. Так счастливы они, так носятся, так ждали лета и тепла. Да! Вообще, бывать с собаками в самых разных местах, особенно в неизвестных для них, это очень полезно для развития. Юми прям носится, как маленький ребенок, прям ураган! Дорога здесь разделяется на две части от колес, ну, и между ними вот такая вот полоса травы, и Миша находится сейчас на той стороне, и она никак не может сообразить, как попасть на эту сторону к нам. Это то, о чем я говорила, почему нужно гулять с собаками в разных и особенно неизвестных для них местах, потому что таким образом собаки развиваются, и сейчас задача Миши преодолеть это препятствие. Такое банальное для Софии Юми и Эйвена, и такое сложное для Миши, она на той стороне, сейчас и не может сюда пройти. Миша, иди сюда! Давай, иди к нам! Миша ходит туда-сюда вдоль травы и не понимает, как же ей пройти сюда. Пойдем покажем Миши, как пройти. Юми, иди сюда, иди ко мне. Вот молодец, Юми! Миша, пошли туда-обратно, пошли сюда, смотри, как все проходят. Миша, давай! Миша, вот молодец! Ай, молодец, Миша! Вот мы и пришли в одно местечко, я хотела их привезти на озеро, на котором мы давно не были. С прошлого лета. И посмотреть, как Миша и Юми будут реагировать на озеро. Софи зна... Софи, нет! Софи! Не лезь туда! Софи решила залезть в воду. Софи же не надо. Юми, как тюлень блестит на солнце, и решила повторить софишен подвиг. Что там такое? Миша! 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 Миша решила искупаться! Миша, ты просто поразила меня! Мишаня! Юми, чё, ты куда? А, Юми! Юми, ты же... Юми! Юми, ты что? Скорей! Юми! Кто? Кто такой самостоятельный? Миша и Юми сразу же сами искупались. Ты больше так меня не пугаешь. И радости-то сколько у ребёнка. Ребята, если честно, я не ожидала, что Юми вот так вот возьмёт и сама запрыгнет в воду. Она сейчас вся мокрая. Слава богу, у меня есть чем её вытереть, но я реально испугалась просто в какой-то момент. Кошмар! Так что, ребята, если хотите видео о том, как Юми и Миша учатся плавать, ставьте лайк, и мы обязательно его снимем. Мишка! Эй, вот... Софи, на кого ты гавкаешь? Собака может почуять то, о чём мы даже не догадываемся, а мы, когда гуляли, находились недалеко от тех зданий, где я пытаюсь выследить странного человека. И, возможно, Софи что-то почувствовала. На моём канале Animagic вышло видео о том, что я нашла на втором этаже заброшенного дома. Ссылку я оставила внизу. Кстати, ребята, не забывайте, что у моих пёсиков есть свой личный видеоблог, где они рассказывают о жизни от своего лица для тех, кто любит моих говорящих собачек. И завтра у них выйдет второе видео о прогулке только от их лица. Так что поддержите пушистиков, подпишитесь на их канал, ссылочки внизу.